Супер. Ну, давайте начнем. Время уже подошло. Значит, для тех, кто меня не знает, я Олег Крылов, обычный инженер. Правда, вот 4 года подряд получаю звание Microsoft MVP по Exchange Server. Сегодня хотел с вами поговорить о безопасности гибридных организаций. На самом деле я намеревался сделать доклад совершенно другого типа, такой классический техедовский доклад, то есть там презентации, слайды, демонстрации. Потом почему-то у меня подумалось, что основная мысль людей, которые приходят на такие доклады, то есть решить для себя вопрос, действительно ли гибридная организация это безопасно и вообще облака. Безопасно ли это штука? И я решил сделать такой экспериментальный доклад, то есть мы с вами будем говорить именно о безопасности, о принятии решения. В том числе, конечно, я расскажу о каких-то технических моментах. В общем-то Exchange Track, который организаторы заставили вставить в презентацию и сказать, вот покажите, где находится ваш доклад. Вот наш доклад, он находится здесь. Все, организаторы идут лесом, мы продолжаем наш разговор. По идее, вот здесь должно быть какое-то содержание. Я вот долго думал, ну такими буллетами оформить. Ну, неинтересно, поэтому я подумал, о чем мы с вами будем говорить весь этот час. То есть первый вопрос. Почему мы будем перемещаться в облака? То есть мы должны этот вопрос обсудить. Почему мы будем перемещаться? Гибридные организации, они являются как бы переходным таким периодом. Они позволяют вам оценить вообще облачную инфраструктуру всю, понять, подходит она вам, не подходит, чем вы рискуете. В общем-то, помогает принять решение. Чего мы боимся при размещении своих данных в облаке? Мы поговорим о типовых страхах, ну, вот как я себе их представляю. Я не знаю, может быть, у вас другие страхи. Почему нам этого не стоит бояться? То есть, ну хорошо, не совсем не стоит. То есть бояться чуть-чуть поменьше, чем мы боимся сейчас. То есть у страха глаза велики. Как мы можем обеспечить себе спокойный сон, проживая в облаке? И почему решения, которыми мы пользуемся, они требуют все-таки некой доработки. То есть из коробки решение работает не всегда. Итак, коснемся эволюции IT-индустрии в целом. Когда-то давным-давно, вы все, наверное, читали историю компьютерной техники, IT. То есть были такие системы с разделенным временем доступа. То есть был один большой огромный мейнфрейм. К нему люди цеплялись через маленькие такие терминальчики. Они там на себе ничего не несли. То есть это были абсолютно клавиатуры, монитор и все. Туда как-то дозванивались каким-то линиям. Данные все хранились централизованно. То есть они все лежали в каких-то больших цодах, на этих больших серверах с такими бобинами крутящимися. И, в общем-то, административный персонал управлял этой системой. Далее я хотел бы коснуться уже конкретно Exchange Server. В ноябре 1997 года вышел Exchange Server 5.5 версии. Что в нем было революционного? В нем был собственный каталог. То есть учетные записи Windows хранились в одном месте, Windows NT. Учетные записи для пользования электронной почты хранились в другом месте. То есть это два разделенных каталога. В дальнейшем эта схема этого каталога настолько понравилась компании Microsoft, что они взяли ее и перенесли в Windows. Построили на базе ее Active Directory. Поэтому даже название инструментов управления этими каталогами несут в себе вот эти наследственные черты. То есть там и там есть какие-то подобия ESE-утил, NTDS-утил. У них архитектура одинаковая. Exchange Server 5.5 имел одну унифицированную роль. Он по факту умел. Вот только там получил сообщения, обработал их, отдал кому надо. Все, люди получили доступ. Серверы Exchange 5.5 мы могли добавлять просто по факту. То есть нам нужно больше ящиков. Мы добавили. Никакой там масштабируемости за счет там виртуализации какой-то. То есть ничего этого не было. То есть берем железку, ставим железку. Такие пицца-боксы были. Ну и соответственно централизованное управление системой в целом означало, что администраторы, они вот так же рулили системой, не подпуская никого к ней. Но в то же время администрирование с эпохи мейнфреймов, оно перешло на площадку конечного заказчика. В 2000 году, в октябре, мы выпустили, они выпустили, пардон, Exchange Server 2000. Вот в этот момент они уже объединили каталоги в один. Появились дополнительные сервисы. Кто помнит, то есть были службы обмена короткими сообщениями. Был сервер новостей. То есть, пожалуйста, подключайтесь, смотрите. И в то же время появилось такое делегирование управления. То есть администратор Active Directory мог сказать, вот этот человек может управлять вот этой административной группой. В следующей версии, в 2003, мы получили высокодоступные решения. То есть уже появились какие-то технологии кластеризации, технологии балансировки. Мы получили серверы с единым хранилищем и большое количество серверов, которые обслуживают это хранилище. Помните, наверное, были там войны по поводу, какая технология лучше Active-Active, Passive-Passive. Почтовый сервер выделился. Из него убрали все вот эти дополнительные фишки. То есть Instant Messaging убрали, NTP убрали. То есть это строго почтовый сервер. Ну, плюс добавили к нему возможность совместной работы с календарями. Появилась впервые архитектура фронт-энд-бэка. То есть разделение сервера, который смотрит в интернет, такой старательно тоненький клиент. К нему цепляются люди, аутентифицируются. И большие толстые серверы, которые лежали на заднем слое и, в общем-то, обрабатывали данные. Появилась в сервис-паке втором защита от спама встроенная. То есть уже не надо было использовать сторонние решения. 2007. В общем, 2007. Что у нас появилось там? Появилось разделение на основе ролей. То есть мы начали дробить роли, потому что у нас один сервер уже не справлялся аппаратно. Нам нужно было разносить компоненты для того, чтобы один сервер обрабатывал одни операции, другой сервер обрабатывал другие операции. И таким образом мы добивались масштабирования. Появилось разнообразие методов доступа. То есть появились доступ с мобильных устройств, различные виды удаленного доступа в виде туннелей, RPC, трафика в HTTP. И, в общем-то, появилась служба автонастройки клиента. То есть когда с любого места из интернета мы могли подключиться к нашему серверу. То есть не помня каких-то адресов, каких-то там имен. Мы просто вводили e-mail, пароль, все, подключились. Появилась голосовая почта. То есть какие-то зачатки Unified Messaging. Российские пользователи этого не увидели, потому что не было поддержки русского языка. Но как бы буржуи, они все это попробовали. И вот в 2007 году Microsoft впервые запустил Host Messaging Collaboration. То есть они построили такой предтечу облака на базе 2007-го Exchange. Там была ужасно сложная архитектура. Управление сводилось к тому, что вам нужно было писать XML-файлики, а потом прогонять их через определенную утилиту командной строки. То есть одна любая ошибка в этом файлике. Все, вы вылетали, потом брали этот файл, вникали в него, пытались анализировать. В 2010-й еще больше. Грануляция произошла настолько сильно. То есть мы разделили уже права доступа у пользователей. Кто, куда, зачем. Кто над кем какие операции может выполнять. Усилили безопасность сервера. И в общем-то Hosted Messaging Collaboration нас эволюционировали в Exchange Online и Office 365. Они тогда появились на базе 2010-го Exchange. То есть он там за вот этой красивой веб-мордой находился в 2010-й Exchange. А дальше мы получили вот это. Вот это называется Exchange 2013. Что мы здесь увидели? Мы увидели опять отсутствие специализированных ролей. Все, их нет. Мы потеряли консоль управления. Потому что консоль управления, которая сейчас есть в Exchange сервере, она по факту номинальная. То есть мы сейчас уходим в PowerShell. Все админируем через PowerShell. Опять появилась архитектура front-end, бэк-энд. То есть тоненький CAS, за ним огромный mailbox. CAS обрабатывает подключения, всякие мелочные вещи типа аутентификации. И все, все операции перекладывают на mailbox. То есть он ему отрисовывает Outlook Web Access. Он обрабатывает почту. То есть все это сделать. И вот я когда впервые увидел, я понял, ребята, это 2003 Exchange. Далее. Далее. Обсуждали мы эту тему с ребятами из консалтинга микрософтовского, причем не нашего. Обсуждали это с продакт-группой. Ну, нет четких указаний, но намеки такие есть, что в дальнейшем будет происходить объединение продуктов. Вот на этом слайде я как бы получил такой инсайт небольшой, что вот Exchange и линк объединятся. И после этого инсайда мне вчера буквально сказали, что не объединятся. Это будут две разные линейки. Но у меня есть очень большие подозрения, что они объединятся с SharePoint. Потому что унификация поиска идет. Вы через всю организацию ищите и по почтовым ящикам, и по сайтам SharePoint. Унификация клиента. То есть вы из Outlook можете цепляться к SharePoint сайту и там работать с этими документами. То есть мы в итоге получаем опять дополнительные роли, которые будут падать на Exchange сервер. Получаем по факту 2000-й Exchange. То есть, понимаете, я вот достаточно долго пытаюсь это донести, а мысль простая. У нас эволюция, вот она прошла до какого-то момента. Мы вот получили очень мощный продукт там Exchange 2010 и пошли назад. Понятно, что мощности нарастили и вот пытаемся все равно уйти назад. Гипотетически, то есть, может быть, что разделят каталоги, получим Exchange 5.5. К чему это все приведет? Это приведет к тому, что усложнится администрирование. То есть администрирование, понимаете, что у вас был один специалист по Exchange серверу. Сейчас вам нужно будет специалиста, который по большому Exchange серверу, то есть умеет все. Это дорогой специалист, правда? И в итоге мы все с вами вернемся к терминалам версии 2.0. То есть мы получим большой мейнфрейм в виде облака и кучу маленьких терминальчиков в виде всяких тонких клиентов. Я хотел вам задать вопрос. Кто из вас на работе принципиально пользуется Workstation, таким классическим, то есть монитор, системный блок? Есть такие люди? Я пользуюсь. Вот товарищи мы выберем, как мастодонты. Чуть-чуть пройдет времени, сравнивательно 5-10 лет, и мы уйдем в прошлое. Например, Паша Нагаев, который не пришел сюда, он отлично обходится ноутбуком. Илья Рудь вот сидит. Пожалуйста, отлично обходится ноутбуком. Есть люди, которые обходятся планшетом, им хватает. А вы посмотрите на 10-15 летних детей. Им не нужен планшет. Они все свои проблемы, все свои потребности решают с помощью телефона. То есть он берет телефон, у него там одноклассники, ВКонтакте, у него там почта, у него интернет, все. То есть понимаете, мы уходим к тонким клиентам. И получается, что рано или поздно мы все равно все уйдем в облака. Пусть это будет не сейчас, не завтра, не послезавтра, но это будет через 10 лет. Пусть будет через 20. Да, Россия пойдет своим путем, но она обязательно туда попадет. Понятное дело, что, например, организации типа банковского сектора, крупная логистика, в виде управления аэропортами, они не полезут в офис 365. Ну зачем? Это же стратегические направления. Но никто не мешает построить облака private cloud и туда унести инфраструктуру. И когда вам сервис провайдер, который предоставил вам эти облака, он вам говорит, что я вам гарантирую, что у вас локализация будет данных. То есть они не уйдут в Европу, не уйдут в Америку, они будут находиться в России. Мы гарантируем там вам стандарты шифрования, мы гарантируем вам стандарты SLA. То есть это понятно, что это будет все кастомизироваться просто под нужды конкретных заказчиков. И в итоге никто не мешает. То есть все знают прекрасную ситуацию, что у нас во многих компаниях есть карманные системные интеграторы. То есть вот есть большая компания, у нее есть маленький системный интегратор, который чудесным образом выигрывает все тендеры и проводит, в общем-то, все проекты. Кто мешает сделать большим компаниям своего маленького сервис-провайдера облачного? Облако – это на самом деле очень такой большой маркетинговый булшит. То есть вы понимаете, что динамические дата-центры, они были всегда. То есть мы пытались строить самооздоравливающуюся инфраструктуру, такую централизованную, полностью отказоустойчивую. Да, они назывались до этого динамик-дата-центры. Сейчас их назвали облака. Ну, клево в маркетинговом плане. Вот рисуешь вот такие картинки. Все – вау, мы в облаках. Вот ваш системный администратор. То есть я беру среднюю компанию. То есть понятно, что мы не берем огромный интерприз, где все специализированы. То есть зовут его Вася. Он универсальный специалист. Вот что должен знать Вася в компании, которая держит инфраструктуру всю на себе? Он должен знать железо. То есть, ну, понятно, начиная с серверных стоек, с электропитания. Он должен знать сети. Он должен знать операционные системы. Он должен знать все бизнес-приложения, которые у него используются. И не бизнес-приложения тоже. Он должен знать периферию. То есть принтеры там и тому подобное. И на все это еще вот как-то умудряться накладывать политики безопасности. То есть пытаться с этим совсем жить. Вот на самом деле Вася должен выглядеть вот так. Фиговая фотография у меня. Ну, вот показалось мне, что вот так вот Вася должен выглядеть. В общем, вывод простой. Мы рано или поздно, хотим этого или нет, уйдем в облака. Это мое такое мнение. Я же имею право на собственное мнение, независимо от Microsoft. Год назад я считал облака вообще игрушкой буржуазии. То есть глупости, мелочи, никому не нужные. А сейчас я рассматриваю свою будущую карьеру как именно облачные технологии. То есть это надо изучать, чтобы не вылететь из обойма. Чтобы с рынка не улететь. Потому что рынок Вася, он в итоге сократится. И они пойдут дворы мести. Поэтому нужно об облаках думать. Так, о страхах. А, вот. Каким будет ваш новый офис? То есть ваш новый офис будет очень таким динамичным. То есть, во-первых, вы будете вынуждены поддерживать все устройства, то есть мобильные, которые используют ваши сотрудники. Например, все вы помните, что одно время очень долго администраторы Exchange вылавливали проблемы, связанные с iPad'ами. С iPhone'ами. То есть, а, у меня вот iPhone не подключается к ActiveSync. На форумах я лично сам так отвечал. Типа, ребята, нафиг вам ActiveSync? Используйте Windows Mobile 6.5. Где сейчас Windows Mobile 6.5? Нет. А ActiveSync в iPhone'е он работает и заставили людей работать, и они будут с ним работать. Вот появится завтра новое устройство какое-то, я не знаю, там, китайское, да? Станет супер популярным. Нас заставят с ним работать, потому что мы же обслуживающий персонал. Мы не диктуем. Мы подстраиваемся. Облака. Ну, я уже как бы постарался объяснить, почему мы перейдем в облака. Социализация, как бы, работников. То есть работники будут больше заниматься там всякими кросс-ссылками, лайками, картиночками. То есть, ну, вы видели, что сейчас даже в Шерипонте уже появились эти темы по социализации. Появились коннекторы к социальным сетям в Outlook'е. Они же не просто так берутся. То есть это тенденция. Люди находят в Фейсбуке заказчиков. То есть вот я, допустим, какой-то инженер там одной компании, вот связался там, подружился с человеком. Все, связались. Пожалуйста, у нас контракт. И всему этому, понятно, нужен будет тотальный контроль. Значит, переезд в облако – это поэтапная вещь. Сначала вы планируете это все. Как вы планируете? Вы изучаете документацию, пытаетесь понять, что такое облако вообще, изучаете кейсы, которые есть, то есть как вот организации подобные ваши переходили в облака. То есть, ну, рассматриваете, составляете план. Затем вы начинаете готовиться. То есть настраиваете там ДНСы, настраиваете федеративные отношения и после этого осуществляете миграцию. Миграция, вот мы об этом третьем этапе как раз и будем говорить сегодня. То есть это именно та самая гибридная организация, то есть когда часть данных у вас, ваши самые секретные, скровенные данные, они вот у вас лежат под боком. А какие-то вот не очень важные данные в облако. Зачем? Ну, попробовать. А потом, если понравится, перейдем со всем. И когда совсем понравится, мы удалим нашу он прямая с организацию. То есть все и у нас экшенч в облаке. То есть гибридная организация, она для сомневающихся оптимальна. То есть попробовать. Никто не мешает потом данные с облака обратно забрать и от него отказаться на время. Чего мы боимся, думая о переезде? Ну, говоря конкретно об Офис 365, мы боимся дядю Сэма. То есть мы боимся осложнений геополитической ситуации. То есть там вдруг война с Америкой, а у нас там данные, то есть глупости какие-то. Мы боимся администраторов, которые там, вот они, допустим, запланировали какое-то там отключение. А у нас вот в это время мы ждем там суперважного письма, оно не пришло. Или там генеральный директор не смог подключиться. Мы боимся, что нашу почту могут перилюстрировать. Вот люди сидят там, они просто ее смогут почитать. Ну и вообще мы всего боимся на самом деле. Значит, про геополитику. Кто мне скажет, кто вот этот человек, кто-нибудь его знает? Нет? Еще есть варианты? Нет? А это Ричард Кларк. Это такой специальный дяденька, которого называют американским сайбербоссом. Это человек, который консультировал трех последних американских президентов по вопросам кибербезопасности. Знаменит тем, что написал вот такую книжку. Она называется, то есть, в русском переводе, по-моему, она звучит «Третья мировая война, как она будет выглядеть?» Что-то в таком ключе. Я ее прочитал. Вот какой там интересный момент. Вроде бы человек работает. Он советник Обама, он работает в Белом доме, у него свой кабинет. И он жалуется на что? Он говорит, во-первых, как нас задрали китайцы? Как нас задрали китайцы? Китайцы везде. То есть, они пролезли во все сети. И второй момент. Он говорит, а вот с бизнесом ничего делать не можем. Мы им говорим, давайте мы вам сейчас предложим некие стандарты. Вот вы по этим стандартам будете вот свои системы строить. А бизнесом говорит, а, нам неудобно и вообще это вот тяжело все. И, соответственно, они не могут влиять на бизнес. Он в этом признался. То есть, о чем это говорит? Что даже если Билл Гейтс посадить в тюрьму? Билл Гейтс просто ассоциируется с компанией Microsoft. То есть, даже если с Биллом Гейтсом что-то произойдет, то есть, с компанией Microsoft, они просто закроют офис в Америке. И у них дата-центры есть по всему миру. То есть, и наши данные останутся в Microsoft. Облака это очень удобная штука в том плане, что там все очень серьезно. Кто из вас имеет систему IPS? Intrusion Prevention System. Богатые люди. А менее богатые люди, которые имеют хотя бы IDS, то есть Intrusion Detection System. Есть такие? Которые не предотвращают, а просто определяют, что вот произошел какой-то несанкционированный вход в сеть, попытка доступа к данным. Компания, которая производит самолеты Phantom, она призналась не очень давно. У нас, говорят, слили 10 гигабайт. Мы увидели это постфактум, то есть, когда данные уже уехали, хвосты нашли, по-моему, в Латвии, но они как бы отдают себе отчет, что это не конечный пункт пересылки данных. Такие у нас дела. Про что хотел сказать именно про облака? В облаках все элементы максимально дублированы. Дублированное электропитание, дублированная система вентиляции, пожаротушения, то есть, инфраструктурные элементы. Дублированное железо, дублированное железо, то есть, вы понимаете, что там не один виртуальный кластер, а два, три, пять, десять, и между ними все это катается. То есть, ваша машина не упадет, потому что остановился один сервер. Она будет продолжать работать. Обслуживание, как исходит из предыдущего, оно прозрачное, потому что вашу машину передвинули и обслуживают сервер. Вы этого даже не заметили. Очень строгие SLA, то есть, компания Service Provider, в частности Microsoft, она предоставляет SLA, то есть, допустим, ну, пять девяток наверное не дает, но четыре дает. Девяносто пять, отлично. Не дает на четырех девяток. И, соответственно, штрафные санкции. Вот интересные были штрафные санкции, когда появился Exchange Online Protection. Там, по-моему, если пять писем срабатывают в ложное срабатывание спам-фильтра, в следующем месте бесплатно обслуживается. Вот они к чему идут. В облаках есть такое понятие, как мультитенант. Я не знаю, как это перевести на русский язык, но получается такой смысл. У нас есть один набор приложений большой, и к нему цепляются разные люди. Все думают, что это выглядит вот так, что мультитенант, они там дерутся за ресурсы, а у меня есть все свое, я буду сидеть как Будда, у меня все хорошо. На самом деле там все масштабируется. Не бывает тормозов такого плана, что не хватило ресурсов. Когда вы заключаете дополнительные контракты, то есть вы как компания допустим сервис провайдер, вы заключили контракт с клиентом, вы соответственно думаете над тем, что вам нужно расширить. Вы расширяете инфраструктуру, вы расширяете в общем-то само приложение, и все у вас получается хорошо. Чем хорош мультитенант? Мультитенант это изолирование каждого клиента от данных других клиентов. В облаке вы не видите учетных данных, вернее не учетных данных, учетных записей других клиентов, вы не видите адресные книги других клиентов, вы не видите их данных. То есть у вас полное ощущение того, что вы работаете в изолированной среде. Какие у нас будут использоваться технологии для построения гибридной организации? Во-первых, мы должны развернуть Microsoft в Active Directory у себя. То есть она у нас, допустим, есть. Далее мы выполняем синхронизацию объектов Active Directory с облаком. Синхронизация примечательна тем, что у вас копируются кусочки объектов, не весь объект, а кусочки, и поля только те, которые нужны для работы гибридной организации. То есть вы хотите, чтобы у вас была общая адресная книга. Соответственно, вы передаете не все атрибуты пользователя, а его кусочки. Proxy смтп адрес, то есть что, где, как находится. И все это, в общем-то, хранится еще и в облаке. Но в этот момент, когда вы купили контракт сервисный с облаком, с Office 365, вы настроили, у вас там есть какие-то, допустим, почтовые ящики, вы соединили две организации в одну, у вас произошла синхронизация, то есть облачные пользователи увидели ваших, ваши увидели облачных. Но с этой поры, как только эта синхронизация произошла, у вас в облаке находится ридон или копия, то есть вы не можете создавать там пользователей. А на OnPrimace площадке у вас находится копия на запись. То есть вы создаете все учетные записи только у себя. И потом их синхронизируете еще раз с облачными сервисами. То есть вот так это происходит. Хлоп и все. Далее вы строите отношение доверия между Microsoft, он называется Microsoft Federation Gateway. Это один большой сервис, который позволяет вам настроить траст между вашей организацией и Microsoft. и потом уже этот Federation Gateway на основании вашего доверия и настроек вашей облачной организации автоматом устанавливает доверие с организацией Office 365. То есть Federation Gateway это отдельный сервис. Он не в самом Office 365, он чуть-чуть отдельно сидит. Для этого вам нужна служба, которая называется Active Directory Federation Services. Это компонент Windows Server. Начиная с 2008 R2 он был уже 2.0, в 2012 это 2.1. Вам необходимо будет установить эти серверы у себя на площадке. Их обязательно нужно дублировать. Для чего дублировать? Для того, что когда у вас остановится Federation Server, у вас перестанет работать Single Sign-On. То есть вы не сможете с учетными данными своей организации заходить в Office 365. Как создается Federation Trust? Вы поставили ADFS сервера, то есть Federation сервера. За периметр вы можете вынести отдельную роль, которая называется Federation Proxy. Federation Proxy позволяет вашим клиентам заходить в облако с учетными данными вашей организации из интернета. При этом в политиках Federation Proxy вы можете сказать, откуда он имеет право заходить, откуда нет. То есть достаточно четко обрезать это все. То есть мы используем некое уникальное имя, которое есть у Microsoft, то есть Exchange Delegation Contoso к примеру. То есть мы можем свое создать. Доверие, как я уже говорил, устанавливается автоматически и наша внутренняя организация тоже должна иметь уникальное имя и это имя должно быть прописано в сертификате обязательно. И собственно доверие устанавливается вот таким вот образом. Секунду. Про Single Sign-On. То есть для чего вам нужен Federation Trust кроме того, чтобы гонять данные между OnPremise организацией и Exchange Online организацией. То есть не просто данные, а информацию о пользователях, адресные книги, занятость пользователей. Вот такие вещи. Но еще и для того, чтобы построить Single Sign-On. То есть все вы сталкивались наверняка с такой штукой, когда у вас постоянно спрашивают учетные данные. Вот если у вас не будет подключен Single Sign-On, вы при входе в свою организацию используете свои учетные данные, при входе в онлайн организацию используете ее учетные данные, то есть пользователь, который там у вас. Single Sign-On позволяет эти данные делегировать. То есть вы используете свои учетные данные для входа в организацию F365. вот так вот у вас будет выглядеть ваша организация гибридная. То есть вот они, вот эти серверы Federation Service, которые обеспечивают в общем-то все бенефиты. Для того, чтобы настроить федерацию, вам будет необходим обязательно коммерческий сертификат. То есть сертификатами самовыданными эта штука работать не будет. Есть один нюанс. Сертификаты и нигде нет их списка, они не все являются доверенными для Microsoft Federation Gateway. Я столкнулся с такой ситуацией, что Federation Gateway не опознал сертификат комода. То есть сказал, я не знаю такое, не нравится. Причем комода мне почему-то впихнул в сертификат два дополнительных аиды, которые не опознаются никем, то есть они какие-то его собственные. и это не заработало. Ключ вам нужен длиной не менее двух килобит, чтобы это все завелось. В сертификате, то есть он как минимум должен включать имя домена, то есть ваше имя домена. Приветствуется в wildcard сертификаты, то есть они работают, если у вас сертификат закрывает звездочкой все имена. Ну и соответственно вы можете использовать сам. Никто не мешает это сделать. сертификат вы устанавливаете на Federation Gateway, он в общем-то предоставляет на свой Federation Gateway, он предоставляет вам Microsoft Federation Gateway, в них устанавливается взаимная аутентификация, доверительные отношения, все у них хорошо. Далее что вам нужно сделать? Вот вы подружили вашу организацию с облаком, вам нужно настроить поток почты, то есть как это будет работать. Вы создаете защищенные коннекторы так называемые. То есть для начала вы создаете отправляющий коннектор в вашей организации, соответственно Exchange Online организация, вот эта вот, где ваши данные будут находиться в дальнейшем, она имеет в преддверии в своем Forefront Online Protection for Exchange, то есть это Forefront, но такой глобальный для всех. И он получает эту почту то есть ото всех абсолютно и потом раскидывает ее по организации. Соответственно, когда вы настраиваете вашу организацию, у вас создается входящий коннектор именно на Forefront Online Protection. Он вашу почту еще будет сканировать на всякие нехорошести, которые есть. И соответственно исходящий коннектор строится на Forefront и у вас. И таким образом вы настраиваете поток почты в организации гибридной. Удаленный домен в каждой части определяется по внутренним заголовкам. Что такое удаленный домен? То есть организации нужно понять, откуда пришло письмо. Это от моих парней, которые находятся в облаке, пришло к нам или это вообще из интернета? Вот для этого будут использоваться внутренние заголовки. Сейчас мы посмотрим, как они используются. Во-первых, мы строим канал передачи данных. То есть вы все понимаете, что SMTP в интернете гуляет в основном в открытом виде. Мы строим TLS. Transport Layer Security. За счет того, что у нас на транспортных коннекторах, то есть на серверах у нас находятся сертификаты, которые доверены. Соответственно, у нас есть имя сертификата Mail Contoso.com и длинное название сертификата в Exchange Online. При помощи этих двух сертификатов устанавливается двухсторонняя аутентификация и строится защищенный канал. Вот такой. И эта штука, если кто работал с Exchange 2010 и продолжает с ним работать, она там называется Domain Security. То есть у вас весь поток SMTP идет по этому каналу аутентифицированной. То есть туда не может попасть какое-то левое письмо. Там будет письмо, которое туда попасть было должно. Про внутренние заголовки. То есть как данные пересылаются в общем-то в облако, как почта туда уходит. Мы создаем почтовое сообщение и оно уходит у нас на кассу сервер. Оно уходит на mailbox сервер через кассу потом отправляется в интернет. Что делает у нас в данном случае все-таки mailbox сервер? Он смотрит, если это сообщение адресованно получателю в облаке, он к нему добавляет заголовок XORG, который говорит о том, что сообщение внутриорганизационное. То есть он не уходит в интернет, оно перемещается внутри нашей виртуальной организации. И соответственно это сообщение передается в Forefront Online Production он в свое время, вернее в свою очередь он смотрит на имя сертификата и то есть он смотрит откуда он это получил, смотрит имя сертификата, которому аутентифицирован канал и вставляет имя этого сертификата в поле заголовков письма. И потом оно уезжает в Exchange Online. Exchange Online смотрит на имя сертификата, если оно совпадает с тем, которое прописано в его конфигурации, он считает, что да, это почта внутренняя, и она рассматривается как внутренняя. Внутренней почте понятно, бенефиты SCL минус единица и всякие другие вкусности. Сообщение определено как внутреннее. Как онлайн организация отправляет почту в OnPremised? А точно так же. То есть мы создали письмо, у нас определилось, что это письмо должно уйти, он принимает организацию. И сюда пришло. Все. Все аутентифицировано, эта почта является доверенной. Вы можете ее использовать. Exchange проверяет имя сертификата и отдает его конечному пользователю. Далее. Появилась в 2013 версии такая штука как централизованный это вернее это фишка Office 365 Next Version. Централизованный транспорт. То есть если ранее у вас MX-запись всегда должна была указывать на Forefront Online то есть в текущей версии которая сейчас доступна у вас записи указывают на Forefront Online вы получаете почту а потом она уже разруливает то есть кому ее отдать в облачную организацию или в OnPrimaster организацию как наоборот позиционируется как новая фишка интересно то есть хорошо но все равно это как плюс гибридной организации то есть у вас строится защищенный канал защищенный при помощи TLS между вашей OnPrimaster организацией и Forefront Online все сообщения входящие исходящие они все уходят и приходят только через ваши серверы чем это полезно это полезно тем что вы можете накладывать разного рода политики вы можете запрещать отправку определенных сообщений в онлайн организации вы можете накладывать шаблоны RMS вы можете транспортными правилами рулить вообще все что хотите а Forefront Online он для вашего домена почту принимать не будет снаружи то есть потому что ему имеют право отправить только внутренние серверы и вот это как бы такой защищенный сценарий вы контролируете целиком все потоки в общем-то очень удобно нужен сервис который будет стоять на входе и чистить тут тут момент какой если есть паранойя то вы можете запустить это все через себя и она в очень многих случаях оправдана эта паранойя уже понимаете как у нас будет работать AutoDiscover в организациях гибридных у вас у пользователя фигово видно да с черным шрифтом глупости какие у вас у пользователя то есть есть два атрибута и он понимает что вот этот адрес это его как бы SMTP адрес а вот этот адрес ему туда нужно это сообщение вернее ну как бы пользователю нужно туда сроутить на этот адрес Outlook спрашивает где находится мой ящик соответственно CAS сервер посмотрел его свойства как объект Active Directory понимает что у него заполнен вот этот атрибут он отправляет его говорит поищи вот там он в соответствии со стандартом то есть начинает смотреть в AutoDiscover точка сервис контоза к вам находит там точку входа если она ему отображается соответственно аутентифицируется там и в общем строит профиль все мы подключились к Exchange Online при этом хочу заметить если у вас настроен согласно вы аутентифицируете при помощи своих паролей внутренних через federation через federation gateway получается что да но нас делегирует на самом деле нас делегирует наши credentials и отдаст federation gateway то есть мы сначала аутентифицируемся ой 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 сначала аутентифицируемся здесь и потом они прозрачно должны туда уходить вы можете это сделать как бы единую точку для вашего домена то есть AutoDiscover Contoza.com это будет находиться на вашей onpremeister организации правильно вы публикуете каст сервер и дальше отрабатывают вот этот сценарий то есть мы подключились к нашему каст серверу который мы нашли он говорит нет перенаправить надо вот туда уходит и там аутентифицируется и получает профиль ADRMS ADRMS на самом деле я ее считаю достаточно хорошей защитой что там же говорить очень хорошей защитой то есть вы можете создать некие шаблоны для ваших документов для ваших писем и в общем этот шаблон будет отвечать на три вопроса кто где и что может делать сообщение соответственно не аутентифицированный пользователь которому вы запретили что-то делать сообщением он его даже открыть не сможет в тех случаях когда вы ему запретили его открывать вы можете запретить копипаст вы можете запретить печать вы можете там отключить кнопку print screen то есть он не будет его даже пытаться скопировать и соответственно чем хороши еще шаблоны рмс тем что они интегрируются с транспортными правилами вы можете при помощи транспортных правил накладывать эти шаблоны на все проходящие сообщения то есть сделал пользователь не сделал пользователь вы вот взяли наложили сообщение покидает организацию накладываю шаплон чтобы оно не открывается соответственно транспортные правила использует кучу всяких предикатов вы можете сделать так, что у вас, например, сообщение с определенной темой письма, сообщение с определенными словами в теле письма. Они будут облагаться этим шаблоном RMS. И эта штука, она намного более предпочтительна для проверки транспортными правилами, чем традиционный SecureMime. Потому что SecureMime шифрует сообщение. У нас агент на транспортном сервере не может получить к нему доступ. Он его тупо не может расшифровать. А вот когда там наложен шаблон RMS, он может его расшифровать, посмотреть. Если ему что-то не нравится, он его удалит, о чем вам напишет влог. Если нравится, то пропустит дальше. И последнее, о чем я хотел рассказать, это новая фишка, которая появилась в Exchange 2013 с тема предотвращения потери данных. У нас уже она, как бы эта система была в 2010-м, но она была, в общем-то, возможность создания этой системы. Не сама система, а ее возможность. То есть вы могли всякими вот большими, огромными определениями, то есть смотреть на то, как вот, что мне сделать с сообщением, какие мне там слова поискать нехорошие. Сейчас все это облегчилось. Облегчилось чем? Тем, что у нас появились преднастроенные шаблоны. Эти шаблоны, они в виде там XML-файликов, в которых определяются там типы чувствительной информации. И он эту чувствительную информацию может искать в сообщениях. Соответственно, также есть преднастроенные политики, и вы можете эти политики сами создавать. Шаблон вы можете импортировать из другой организации. То есть у вас есть какая-то организация, в которой уже успешно работает система предотвращения потери данных, и вам нравится, как она работает. Вы просите администратора, он вам ее выгрузит. То есть он вам ее выгрузил, и вы импортировали ее к себе. Можете создать свой шаблон. И еще один немаловажный момент, что пока вы все эти эксперименты ставите, вы можете работать в тестовом режиме. То есть у нас есть три режима работы DLP. Для начала вы можете не уведомлять пользователя и ничего не делать с сообщением, просто отслеживать влоги, как у вас она работает. Вторая возможность. Вы уведомляете пользователя, но с сообщением ничего не делаете. И третья возможность. То есть вы уже применяете эту политику к сообщению. То есть оно выполняет действия, какие вы хотите. Какие данные вы можете фильтровать при помощи DLP? Ну вот самая распространенная тема, которую показывают везде, это номера кредитных карт. Чтобы они не передавались, не уходили неавторизованным пользователям. Какие-то паспортные данные. И куча всяких различных типов данных, типа социального страхования, водительские права, еще что-то. Минус один. Минус в том, что на данный момент DLP-шаблоны, они в основном все идут штатовские, европейские, японские. Создавать шаблоны самим достаточно проблематично. Сейчас я покажу, почему. Во-первых, давайте я вот сейчас на следующий слайдик проскочу, потом вернусь. Вот посмотрите на этот номер. Является ли этот номер номером кредитной карты? Да, нет. На чем основывается ответ? Нет, это не номер кредитной карты. Смотрите, в чем фишка. На самом деле кредитные карты строятся, их номера, они строятся по определенному стандарту. ISO-SEC стандарт, и он использует несколько алгоритмов. Самый простой из алгоритмов это алгоритм Луна. Что это означает? Вот вы каждую цифру умножаете на 2. Умножили цифру на 2. Если она больше 9, то из нее вычитаете 9. Если она меньше 9, то оставляете ее такой, какая она есть. И потом все эти цифры складываете в кучу, и она должна быть кратно 10. Вот тогда это номер кредитной карты. Есть еще алгоритм верхов, я не буду про него говорить, он сложнее, чем этот, но он лучше это все отслеживает. По поводу, как еще DLP отрабатывает на транспортном уровне. То есть там еще может использоваться семантический анализ, может использоваться анализ по словарю. То есть вы все это можете задавать в DLP-шаблонах. Может использоваться анализ на основе регулярных выражений. То есть вы можете всякие wildcard использовать. Ну и про различные алгоритмы типов поиска я вам уже говорил. Вот такая штука появилась в 13-м экшеннже, называется она policy tip. То есть когда вы создали DLP-политику, применили какие-то шаблоны, то пользователь при создании письма получает вот такое всплывающее сообщение. Он ему говорит, что я нашел в этом письме номер кредитной карты. Если у вас запрещено отправлять совсем, то вы кнопочку send нажать не сможете. Нет, только 13-й причем требует, даже не 10-й. Нет. И вот знаете, какой еще момент? Вот луквый боксер, почему эта штука летает на раз? Может быть это кривые руки может особенности к чему-чему, я не понял. То есть в Outlook, вот в обычном 13-м Outlook запускаешь и все как бы работает. То есть она показывает, а в Outlook веб-оксерсе нет. Политика тоже не, вернее, полиси-типы тоже не показывают. В общем, полиси-типы, они очень похожи на mail-tips. То есть они вам показывают, что вообще у вас происходит с сообщением, почему оно не нравится exchange. И он дает ссылочку, типа вот почитайте там на портале SharePoint написано, почему мы, это вы указываете ему, это URL, понятное дело, сам он не знает об этом. То есть если вы как администратор ему скажете, что описание там, он туда его отправит. Хорошо, если вы отправили сообщение, то есть пользователь отправил вас сообщение с номером кредитной карты, оно при применении политики, то есть это сообщение запрещает отправлять, влог запишут вот такие данные, что сообщение заблокировано транспортным правилом, потому что, в общем-то, запрещено политикой организации. Таким образом вы можете контролировать типы данных, которые у вас проходят между вашей организацией и онлайн-организацией. Вот. Быстро я закончил. О чем хотелось, в общем-то, сказать? Я понимаю, что доклад у меня получился экспериментальный. В общем, я хотел вам показать, что облака – это все-таки хорошо. Надо их пробовать, надо экспериментировать. У нас у всех есть время, надо просто постараться, короче, с ними разобраться и постараться применить в своей организации. Понятно, что если вы включите голову и разумно подумаете над этими возможностями, то, в принципе, вы можете создать довольно безопасную гибридную организацию. И Microsoft на данный момент предлагает вам определенный набор средств, которые позволяют жизнь сделать проще. В общем-то, наверное, и все. Мне сегодня так вот коротко и непонятно. Спасибо. Все, если есть вопросы. Они продумали до конца, совсем не продумали до конца. То есть она взорвалась, восстановить его. У вас данные, которые в облаке, они остаются. Они никуда не денутся. В этом-то, в общем-то, и плюс облаков, что вы локальные данные можете потерять, а облачные данные у вас останутся. Вот, например, у нас есть Илья Кашапов. Он тебе рассказывал уже сегодня, что сгорел у них дата-центр, и сразу ребята поняли, что в облаках хорошо. То есть до этого они думали, что плохо, а после того, когда центр сгорел, они все поняли сразу. Резервное копирование в облаке выполняется при помощи… Во-первых, у вас есть возможность туда архивы складывать, для даже… Он прямая с пользователей. Вот. По поводу резервного копирования в облаке как таковом. За счет… За счет… За счет retention policy только. Да, и, соответственно, платить за объем. Слушай, не готов на этот вопрос ответить. Не знаю. Наверное, можно. Архив — это архив, это не БК. Да, конечно. То есть можно пользоваться из облака, забрать обратно к себе и сказать, больше он там не живет. Все данные перенесутся. Да, задавайте. Угу. Спасибо. Спасибо. В сан-сертификат вы же можете вставлять имена не вашего домена? Ну, то есть в смысле разных доменов. Верификация, да. А здесь какие варианты? То есть ему самое главное – достучаться до вашего касс-сервера. Если он до вашего касс-сервера достучался, к которому у вас основной discover, касс-сервер его перенаправит тихо, то есть silently. Перенаправит его в ваше облако. Вы попробуйте использовать новый connectivity analyzer. Он подробно говорит, в чем проблема. То есть, ну, понятно, что… Непонятно, почему это у вас не сработало. То есть это нужно видеть. Видеть лог какой-то. Лог клиента. То есть на каком шаге вы обрываетесь? Давайте мы с вами сейчас после доклада эту тему обсудим. Еще раз. Не могут. То есть у вас… Нет, они могут авторизоваться учетными данными облака. Нет, каталог у вас локальный, но… При помощи DirSync. Директори Sync. Ну, да, он логин и пароль хранить там не будет. Слушайте, хороший вопрос, но… Да. И в облако тоже не попадете, да, понятное дело. Вот когда не Single Sign-On, то да. То есть Single Sign-On это удобно, но нужно думать о резервном канале. Поэтому они говорят, что Federation сервера нужно обязательно объединять в NLB. То есть это должна быть одна из критичных инфраструктурных единиц, которые у вас есть. Потому что получается, что и два канала. Что от ее работы зависит, в общем-то… От работы Federation сервиса и, в общем-то, канала будет зависеть. В общем, все. Да. Загоняют нас. Так. Ну, в общем, я закончил. Еще какие-то вопросы есть, нет? Продолжение следует...